Загадочная история Бенджамина Баттона. Не самый зрелищный фильм Дэвида Финчера о человеке, который с возрастом не старел, а молодел. Отображение этого процесса на лице Брэда Питта, исполняющего главную роль, стало причиной размещения картины в претендентах на главную спецэффектную награду Visual Effect Society. В фильме используется уникальная технология, которая позволяет изменять героя Питта до неузнаваемости. С помощью специальной программы из 45-летнего актера сделали сначала старика, а потом юношу. Перед съемками создатели технологии записали с помощью камер высокого разрешения около 120 эмоциональных гримас Питта. Впоследствии они были совмещены с его виртуальным лицом, и оно ожило таким, каким мы увидели его в фильме. Из зрительного зала не понять, как распределены в этом фильме драматические обязанности между Брэдом Питтом и компьютером. Однако ясно, что играет он уже не один. Девушка на этом видео — девушка лишь отчасти. Ее лицо — компьютерная модель лица актрисы Эмили О'Брайн, участвующей в эксперименте компании Image Matrix. Технология использует специальную камеру, чтобы снять игру актера. Затем, с помощью особого программного обеспечения, информация анализируется и переносится на лицо виртуального персонажа. Эстетические параметры лица актера не важны, их можно изменять в процессе создания персонажа. Для реализации описанных технологий наличие актера все еще необходимо. Но в обоих случаях спецэффекты потенциально способны скрыть огрехи актерского мастерства, создавать сколь угодно оригинальные внешние данные и уникальные типажи. Выходит, спецэффекты потихоньку отбирают хлеб у представителей кинематографических профессий. Каскадеры первыми пали жертвой высоких технологий, на очереди гримеры и актеры. Но насколько хорошо такое массовое внедрение спецэффектов для кино, как искусство? Кино всегда было технологическим искусством, и оно всегда будет стремиться к максимальному количеству визуальных эффектов. Оно всегда будет стремиться заменить живого актера. И оно правильно делает. Искать в этом направлении нужно. Пытаться заменить нужно. Что получится? Большой вопрос. Получится наверняка что-то интересное. Но полностью заменить одно другое никогда, я думаю, все-таки не сможет. Продолжение следует...